Снимем? Будешь что-нибудь говорить? Будешь говорить что-нибудь? Аля! Ну иди сюда. Давай говори что-нибудь интересное. Всем привет, мои хорошие. Дома валяемся. 11 часов ночи, дочь спит. И сянули, вот валяемся. Да, мамина? Да, солнышко? Да, птичек? 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 Улыбнись. Он на камеру такой серьезный у меня прям. Солнышко! Будь здоров, миленький. Птичек? Солнышко! Я потом обязательно расскажу, как прошел перелет. Как прошли первые дни. Сейчас просто до этого пока адаптация у нас происходит. Родственники проходят, а все время у меня тут снимать. Да, мамина? Да? И ты кто? Что-то ты сегодня не разговарчиваешь. Тогда я закрою кадр. Первая прогулочка наших деток, Капатима. А сколько нервов потрепает? Можешь рассказать? Ой, девочка, конечно, нам потрепала. Это нервничек. Плакса. Все время на руки, на руки, пожалуйста. Держите на руках. Холодно у нас. 7 градусов. Но по ощущениям, мы вообще нет. Я не знаю, меня слышно или нет. Детки спят. Вот это мелкие, ты не говорила? Ага. Видеограф из меня ужасный. Вот детки спят, наши пупсики. Учу, уснула наша принцесса, усмела. Она с король, такой самый спокойный человек на свете. От того, что плачет Зихра, он тоже начинает плакать. Думает, ей можно, мне нельзя. Мы идем в аптеку за смесью. Надеюсь, сейчас хоть найдем ее. Красотка. Как она выросла. Здесь еще несколько их было. Зуля оператор. Муж ушел вперед с детками. Мы ходим по аптекам, ищем нашу смесь Семилак-Голд. Не то, что Голда, вообще Семилак нет. Не то, что в Турции нет. Просто мы еще не нашли. Так Семилак есть в Турции. А эта собачка такая маленькая была, когда я уезжала, да. Их было несколько щенков, мама с папой. Худо завернул, а вон он там. Здесь наша большая больница. Кто меня смотрел, тот помнит, куда Зуля первый же день попала с ногой. Зуль, как у тебя дела? Все прекрасно, все хорошо. Ничего не бьет, не избивает. Не припахали тебя? Так переживали все. Припахали, припахали. За мою маму бедные переживали, что я на ней езжу. Теперь за тебя переживают. Видишь, какие у меня переживающие подписчики. Все хорошо. Пускай не переживают. Никто никого не припахал. Вижу на курорте, отдыхаю, только солнце. Солнышко нет пока. Ой, пальму не вспомнился. Нет, солнышко было сегодня. Просто мы пока собирались с детьми, оно ушло, естественно. Он пошел в аптеку. Знатные места местные собаки. Им погода нипочем лежат, кайфуют. Безмерзкие собачки. Кто-то им хлеб тут кинул, как будто собаки очень любят хлеб. Закрываете. Такая скромняска. Посмотри, кто бы запишет на нее. Ты какая. А красивая, кстати, собачка. Не зови. Потом будет за тобой идти. Что ты будешь делать? Отбиваться от нее? Знаете, семилак голд в помине нет вообще. Есть просто семилак какой-то непонятный. Такие маленькие баночки. И мы взяли аптамил. Аптамил это в России нутрилон. То, что у нас было до семилака. Будем снова переводить на нутрилон. Ничего не поделаешь. По ценам здесь, конечно, смесь дороже, чем в России. Чем в Дагестане, например. Где интересно? Куда интересно? Мужу шел. Внизу шел, да? А, вон он. Я его вижу. Он задом спускается. Все. Пока закрываюсь. Честно сказать, ветер очень холодный. Вроде как 7 градусов всего. Но ветер здесь холодный. Чувствуется прям чуть ли не до костей. Дальше, Зуль? Да, я займелась. Да, мы замерзли. А люди ходят тут полураздетые. Честно говоря, да. Особенно молодежь. Мода, мода. Что-то открыть. Вчера доча пришла к нам. Спина открыта, живот открыт. Мне на нее смотреть было холодно. Ну, красиво, конечно. Но... На улице тоже смотрим на девочек. Это красиво. Она с возрастом понимает, что здоровье вожжимое. Не говорится. Он там с коляской что делает? Он заехал в больницу. Твоя больница. Ну, все, все, все. Давай с ней, дай. Это Жулина любимая больница. Так, он туда заехал и оттуда поедет. Все, мы тоже оттуда пойдем. Молодец, молодец. Деток свет бережет. Дети спят, кстати. Как на улицу ушли, так заснули сразу. А дома был кошмар, кошмар, как они орали. Она, точнее. Он ее подхватывал тоже. Это государственная больница. Там я накатал. Помню, конечно. Я все помню. Все, все, все. Вон он уже, как он бежит. Замерзная, она бедная. Нево такое все в тучах. Дождь, наверное, будет. Обещает вот эту всю неделю дождь. А потом солнышко ясное будет. Все эту неделю, скорее всего, мы будем сидеть дома, как сычи. Ну, ничего, посидим. У нас здесь возле дома есть небольшая детская площадка. Ну, конечно же, она в такую погоду пустует. Вон она в конце. Ну, мои, когда подрастут, буду сюда водить. Цветы, посмотрите, такое холодно улице. А цветы? Цветочки живые. Сейчас мы с Зулей идем в магазины. Здесь у нас их два. Вот Пехлевана Улу и Бим. И в тот и в этот зайдем. Посмотрим. Я не знаю, что хочу. Что-то хочу. Залечка бежит, бежит, бежит. Смотри, да? Такой холод от цветы. Есть. А я поняла, что он не ранее спутал. Он застрял. Не остается. Так, давай в этот зайдем. Я этот каймак люблю, тамошний. Потом в этот зайдем. Это мамины. Мамины котятки проснулись. Поспали полчаса. Вообще плохо спят. В первые два-три дня было хорошо. Я думала, о, молодцы мои детки. В особенности доча. Но сынуля-то молодец. Он меня не беспокоит вообще. Какой серьезный парень. А доча капризуля. Первые два дня вела себя прилично. А теперь она снова 10 минут, 20 минут спит. Потом просыпается и плачет. На руки, на руки, на руки. И если ее не возьмешь, она начинает плакать таким платьем, как будто у нее прям куча проблем. И все в жизни так плохо. Как возьмешь на руки, все проходит. Не надо пальчики сосеть, не надо. Кстати, она уже не так часто сосет пальчики. Я ей не разрешаю. Как не разрешаю. Как только начинает, убираю ее пальцы со рта. Начинаю массировать. Или состочку давать. Или груди прикладывать. Ну вот, отвлекаю. Вот. Как справляюсь с детьми без мамы? Тяжело, честно скажу. Вообще не высыпаюсь. Тяжко. Но мне тяжко с девочкой. С дочей тяжко. Потому что она вообще стала капризная. Сын вообще мне никаких хлопот не доставляет. Его вовремя накормить. Айля, мамина, вовремя переодеть. Ее к груди приложить. Спать уложить. Все, он у меня парень не капризный. Ой. А это ее лишний раз трогать нельзя. Это принцесса моя. Ой, потягусы. Брата комбинезончик. Она сейчас все за ним пока тонашивает. Но уже видите, вот все. Вот-вот и все. Скоро надо будет ей новые висички уже покупать. О! А что, вы ничего не хотите сказать своим зрителям? Они же ждут! Они ждут! По поводу Зулечки. Там очень много этих... комментариев по поводу нее. Что она няня и так далее. Ей начали писать, что она приехала ко мне. работать домработница и так далее. Во-первых, няню я никогда не искала. Зуля не работает и не будет у меня работать няня. И вообще работать у меня не будет. Вот. Домработницу тоже я не искала. Но я искала себе помощницу. И так получилось, что на тот момент, когда я искала помощницу, Зуля уволилась с работы. И я предложила ей поехать со мной. Она согласилась просто помогать мне. Она у меня не работает, девочки мои. Просто помогает мне, как своей подруге. Да, мамина? Она облегчает мне вот... Вот сейчас этот период моей жизни. Сколько это продлится, не знаю. Я надеюсь, долго. Сколько она выдержит, я не знаю. У меня не самый сладкий, не самый хороший характер. Хоть так кажется. Тем более после родов. Тем более, когда двое детей маленьких. Аля, мамина какого внимательно слушает. А сейчас ещё, знаете, я нашла свой дом не в том состоянии, в котором оставила. С одной стороны, это огромный плюс. Муж сделал ремонт там в некоторых комнатах. В спальне, в принципе, всё так же, как было. Но с другой стороны, огромный минус. Я ничего не нахожу. Ничего понимать. И, естественно, Зулечка у меня спрашивает. Фатим, а где это? А где то? Я не знаю, какой ответ дать. Тут дети орут. Она что-то спрашивает. Тут муж что-то хочет. И вот такое подвешенное состояние у меня. Не знаю, насколько мне это хватит. Я надеюсь, смогу как-нибудь совладать своими эмоциями. Да? Да, мамина? Да? Сегодня на улице солнышко. Я не знаю, видно вам или нет. Да, там светит солнышко. Ну, естественно, на батареечке. Пелёнки. Что ещё может быть? Ай, маминя! Вы знаете, здесь особо... Сейчас я переверну камеру.